Для друзей Алексей Здравствуйте, друзья! Вы на канале «Правда о вере» Программа «Ответчик» с Владимиром Головиным Здравствуйте, отец Владимир! Здравствуйте! Продолжаем озвучивать вопросы наших подписчиков Александр Тетишев спрашивает «Игнатий Тихонович Лапкин неоднократно приглашал вас к себе хотя бы немного отдохнуть» Вот «Лапкин-Головин» – это такая вот тема, которая волнует многих Игнатий Тихонович я знаю с времен, когда учился в семинарище О нем так давно говорили И через общение с ББ я о нем узнал ББ – это бывшие баптисты, так тогда его называли, при Брежневе Которые пришли в православие И многие из них пришли благодаря Игнатию Тихоновичу Мне рассказывали, когда он заходил в главный монетельный дом в Москве баптистов Там этих официальных руководителей просто ныли Он когда приходил Лапкин-Ураган Добывался слов, он говорил, и за ним толпа уходила Навсегда в православии Мне вот так рассказали Но так при этом говорили, говорит, у него вопрос за бородой пособную Он пособную носит пиджак и рубашку И все, и в сапогах Но не удалось это видеть Но уже тогда я о нем слышал Это первое Потом вот наткнулся на него Узнал о его общине И мне захотелось Вот не только лично Игнатиховича А сколько вот община Для меня сильно вот эта тема Как в наше время Можно создать, возродить Тут, как сказать Православную общину Для меня это очень важно И я нашел его в ютубах Что-то видел И какое у вас впечатление? Ну, во-первых, тут нужно сразу все-таки сказать вот чего Не про себя Про себя он Вообще о нем сначала Альга Тихонович Я собираюсь к нему И это уже время оговорено И желает поехать не только я Нас, значит, 3-4 поедет Желающих Мы хотим поехать на день Когда у них совершается Крещение полным чином Но если будет возможно Побыть там денька 3 хотя бы 4 Но больше не знаю Обременим А вы знаете, что вы к нему собираетесь? Да Увидеть общину Жизнь общины Вот мне что очень важно И при этом ведь вот еще что Хотелось бы Когда Господь призовет вечность Игнатихович Община вместе с ним не умрет Мне написал один человек Я, к сожалению, не могу озвучить его имя Но человек там Близкий к общению Все выглядит совсем не так, как фасад Я допускаю, что и этот человек ошибается И я ошибаюсь Все ошибаемся То есть у меня вывод очень простой Из этой поездки Лапкина слышит Господь Но не слышат люди И Лапкин слышит Господа Но не слышит людей И добавим На то есть причина Возможно Вот А какая? После возвращения Вы расскажете правду Хорошо О своих впечатлениях Не будем забегать вперед Одну вещь хочу сказать Даже сейчас Мне бы хотелось поклониться Мунистку в землю Это безусловно В советское время Исповедник Прошедшая тюрьма За Христа Тюрем Православных Таких сколько было? Я не знаю Да, мотивы могут быть различными Но все-таки Я не знаю В этот период Тех, кто много раз был в тюрьме За имя Христова Вне зависит от внутренних побуждений Даже говорю Раз Во втором Если он был в тюрьме Значит он был эффективен Да Во-вторых Он все-таки Он нес Слово Божие Порой он очень так Делал это с обличениями жесткими Порой безжалостно По отношению к тем Кто его слушает Но он нес Слово Божие По форме он правду говорил И говорит И вот я например могу сказать про себя Да Я в попав бы отдыхался много лет Но я не знаю Так писание Как знает он А среди православных У нас нет того Кто знает так букву Писания Как знает Латкин Среди православных В России как минимум Вот Потом Как он знает Предание церковное Феноменально Все каноны Он может прямо говорить об этом Конкретно Это тоже правда Он знает святых отцов Опять говорить Дух Буква Святых отцов Это другой разговор Это другой разговор Это другой разговор Но он Это Вот 4124 ответа 55 папок Отдельно Мусульманство Православие Работа Колдовство Вот посмотрите Сейчас я открою Вот одно стихотворение Мое Смотрите Каждое стихотворение 9 куплетов Напрошьте в каждой строчке Место Библии и Писания Откуда взята мысль Это работа Это 36 раз надо А теперь Это по житиям святых Я студентам говорю Отвечаю Библия Толкование Жития святых И каноны церкви А вот здесь буду отвечать По житиям Что по вашему вопросу Из 1173 жития Конкретно ответил Какой святой Он у таковых Будет право сказать О нем отрицательно Если они будут иметь Такие знаки Иметь он А они Вот Я не проникал Про себя Я постоянно с ним мелочь В этих вопросах Которые я назвал Поэтому Все-таки Это Вот ваше слово Глыба Это титан Это скала Это правда С той же Ефициально Богословие Великий чин мирянина Чин мирянина И долг От этого Простекающий Это Апостолство Апостол Называют мирян Царственным Священством Христа Вот Священник Церкви Один Вообще Существует Иисус Христос Он совершает Тайну Преображения Просвещения А кого Он зовет Замес Священники Это Служители Народа Божия Священслужители Тут Понятие Правильное Так вот А Христос Где Два Три Мил Где Вся цель Миряне В первую очередь Божество Вот Он через них Несет Пропоти Поэтому Главное Богословское Официальное Церковное Учение Главная Обязанность Мирян Первое Нести Слово Бога В мир Устно И примером Своей жизни Если Это Слово Бога А дело в том Что все мы Человеки Не можем Ошибаться Прошу прощения Прошу прощения А священник Епископ Он не человек Он не может Ошибаться Я Раз задался Целью Слушай слова Одного Не называй Какого Архиерея Я В пропаде Услышал Я Малограмм Чек Две Ереси Каноническую Ошибку И два Искажения Священного Писания Архиерей Поэтому Все Ошибаемся Все Ошибаемся Ну вот Наш Патриарх Сказал Например В ютубе Ролик Кратенький Что Мусульман И христиан Один Бог Христиане Мусульмане Каждый Обращается К одному И тому же Богу Творцу Там Столько Отзыв На этой Почве Народ В шок Пришел Стояние Так вот Ну Патриарх Он человек Он может Чтобы Биться Получился Ошиб Искал Неправильно А на самом деле Бог Один Для всех То Кого Называют Не христиан Богом Он Не есть Бог Ну Тут Вот Какой Момент И Что Всего Только Любому Патриарх Или Епискому Священию Монах Мирянин Мужчина Женщина Когда Мы Несем Слов Божие Помнить Сво Немощ Надо И Хорошо Притого Говорить Вот Это Я так Понимаю А Лапкин Помнит Свою Немощ Вот Мне Кажется У него С этим Чуть Есть Вот Я все Так Скажу Свое Мнение Да Мне Кажется Может Я не прав Опять Вот Я себе Лично Мое Мнение Что У него Может быть Право На ошибку Больше Чем у Других И Соедини Господи Нашу Молитву С молитвой Всех Святых Молящих Тебе На небе На земле Господи Услыш Исполни Молитву Всех Молящих Са Нас Во благо Нам И Прими Нашу Молитву Всех За Поедавших Нам Молиться О Них Спаси И Помилуй Аллилуйя Аминь Это программа Ответчик С Владимиром Головиным На канале Правда О Вере До Встречи До Свидания Для друзей Алексей